Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Дата этого праздника выбрана в честь дня рождения поэта и писателя Кристиана Яака Петерсона, положившего начало развитию эстонского литературного языка. Сегодня свои именины отмечают обладатели имен Надежда, Ольга, Евдокия, Дарья, Петр и Михаил. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как советский российский писатель, журналист, путешественник и телеведущий Василий Песков, немецкий физик, один из основателей современной физики, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн, советский спортсмен-боксер, заслуженный мастер спорта, тренер Николай Королев, немецкий врач-бактериолог, нобелевский лауреат и основоположник химиотерапии Пауль Эрлих, а также австрийский композитор, скрипач и дирижер Иоганн Штраус, отец. Таковы основные события, отмеченные в историческом календаре. Не переключайтесь. Продолжаем эфир Республиканского радио. Сегодня среда, 14 марта, у микрофона Руфина Ковалева. В Хабистском районе прошло открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле «Малый Зеленчук» и современного Дома культуры после масштабной реконструкции в ауле «Кошхабль». Тему продолжит Альбина Охтова. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с нетерпением ждали жители всего района. Перед началом мероприятия его участники во главе с Рашидом Тимрезовым возложили живые цветы к памятнику погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. Памятник установлен в центре аула. Здесь несут вахту школьники. Поздравив жителей республики с открытием современного физкультурно-оздоровительного комплекса, Рашид Тимрезов отметил, что одной из основных задач, которые ставит президент России Владимир Путин, является сохранение и развитие спортивных традиций, поддержка массовых видов спорта. «Забота о людях, дальнейшая реализация государственной политики в сфере культуры, образования, здравоохранения, спорта стала ключевой темой послания нашего президента Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию и прямым поручением руководителям органов власти всех уровней. Я хочу вас заверить, что мы обязательно продолжим заниматься решением вопросов, связанных с улучшением комфорта и удобства для жителей нашей республики. Разделяя вместе с вами радость сегодняшнего праздника, я надеюсь, что физкультурно-оздоровительный комплекс станет кузницей ярких и триумфальных побед наших воспитанников, которые будут прославлять имя родной республики далеко за ее пределами. А мы обязательно будем вами гордиться, как сегодня гордимся нашими российскими спортсменами, победителями и участниками Олимпиады». Руководитель республики поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве спортивного комплекса, в том числе выходцев из аула «Малый Зеленчук», оказавших спонсорскую помощь. Глава Карачаева Черкесии вручил удостоверение к почетному званию заслуженный работник физической культуры Карачаева Черкесской республики, учителю физкультуры средней школы аула «Малый Зеленчук» Хусину Братову и тренеру-преподавателю, обладателю Кубка мира по дзюдо Каплану Братову. Благодарственным письмом главы республики был поощрен тренер-преподаватель по борьбе с самбо-спортивной школы аула «Беслиней» Магомед Озов. Хусин Братов отметил, что для молодого поколения спортсменов созданы все условия для занятий спортом. «Я надеюсь», – добавил учитель, – «что и стар, и млад будут проводить здесь свое свободное время». «Этот объект мы ждали почти полвека. Этот объект построен не только для детей, но и для всего населения нашего аула. Я думаю, все – и стар, и млад – будут приходить по мере возможности заниматься спортом. В первую очередь, как уже сказали, это храм здоровья». Строительство современного физкультурно-оздоровительного центра началось по инициативе главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова, исходя из существующей необходимости развития социальной инфраструктуры в районе. «Фокс» состоит из универсального зала, предназначенного для игровых видов спорта – волейбола, баскетбола, гандбола, мини-футбола, тенниса. Пропускная способность универсального зала составляет 40 человек в смену. Здесь также расположился тренажерный зал для контактных единоборств смешанного характера. Пропускная способность тренажерного зала составляет 20 человек в смену. «Фокс» могут посещать не только учащиеся школы, но и все желающие. Еще одно значимое событие произошло в ауле Кашхабль-Хабейского района, где после реконструкции был открыт Дом культуры. В своем приветственном слове руководитель Карачаева Черкесии Рашин Тимрезов отметил, что на сегодняшний день выстроен стабильный фундамент, на котором ведется активная работа по укреплению социальной сферы региона. «Только в 2017 году мы построили и реконструировали 12 сельских домов культуры, в том числе и здесь, в ауле Кашхабль. И на текущий год запланировали еще 9. Это стало возможным благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который инициировал целый ряд программ по улучшению качества жизни граждан в российских регионах. Сегодня, в этот праздничный день, хочу вас заверить, что работа по комплексному социально-экономическому развитию и аула Кашхабль и целом Хабецкого района будет продолжена». После приветствия глава республики наградил государственными наградами лучших работников культуры Хабецкого района. Так, за многолетний добросовестный труд, значимый вклад в сохранение и развитие культуры и искусства благодарственным письмом главы поощрили преподавателя детской школы искусства в Лахабец по классу аккордеон Люсю Озову. Она отметила, что с первого дня мечтала о том, что будет преподавать детям музыку. «Я поступила в музыкальную школу, и со вторым уроком я себе выбрала профессию. Очень хотелось обучать наших детей музыке. Это давно у меня это желание было. И с окончанием всё равно вот до сих пор я с детьми работаю». После награждения Рашид Тимризов вручил символический ключ от нового дома культуры директору нового культурного учреждения Азрету Мамижеву. В свою очередь Азрет Мамижев от имени всех жителей аула выразил слова огромной благодарности руководству республики. «У нас здесь очень много кружков. У нас здесь кружки вышивания, театральный кружок у нас здесь есть, танцевальный ансамбль у нас здесь есть. У нас здесь очень хорошая библиотека, около 20 тысяч книг у нас, очень хорошая коллекция. У нас здесь работают музыкальные классы по классу аккордеон, фортепиано, народная гармошка». Напомню, что в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 года и на период до 2020 года в Карачаево-Черкесии при поддержке главы республики Рашида Темрезова в прошедшем году построено и реконструировано 12 домов культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ВЫБОРЫ 2018 Терпи и дальше поборы или голосуй за Титова и дальше ни во что не верь или голосуй за Титова Я Павел Грудинин. Я точно знаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны недовольны коррупцией, беспределом чиновников, ростом цены тарифов и многим другим. Во всем происходящем мы справедливо виним власть. Но важно помнить, плохую власть выбирают хорошие люди, которые не приходят на выборы. Обязательно приходите. Вместе мы изменим жизнь к лучшему. Павел Грудинин. Президент, которого ждет Россия. Русский выбор – это любить детей, беречь семью, уважать, помогать старикам. Сергей Бабурин Русский – это тот, кто думает по-русски, живет по-русски, кто любит Россию, кого русские люди принимают за такового, считают своим. Сергей Бабурин Русский выбор России Счастье народа превыше всего Мы, коммунисты, построим его Если вы любите Родину-мать Нужно под наши знамена вставать Ленина клич всегда будь готов Пойте сквозь рокот дружных рядов Голосуй за товарища Максима Я Григорий Явлинский России нужен новый политический курс процветания и благополучия Пора прекратить войны и достичь мира с соседями Преодолеть бедность и обустроить страну Экономический рост и развитие должны стать целью и смыслом всей государственной политики Я считаю необходимым освободить от налогов людей с низкими доходами Сильная экономика Богатая Россия В Рижской губернии закрылась последняя военная база НАТО На ее месте планируется открыть детский лагерь Артек Балтика Черноземья борются с переурожаем зерновых и цитрусовых Для вывоза излишков в голодающую Европу подключено МЧС В малороссийском и новороссийском федеральных округах прошел конкурс школьных сочинений Россия. Моя гордость и судьба Так мог бы выглядеть обычный день президента России Владимира Жириновского Вместе сделаем мощный рывок вперед За Жириновского За ЛДПР Продолжаем информационно-музыкальную программу Республика Несмотря на то, что в последние годы в стране в целом здравоохранению уделяется большое внимание И качество оказываемых медицинских услуг растет Улучшения здоровья населения не наблюдается По словам медиков, в этом нельзя обвинять врачей Зачастую сами жители не торопятся воспользоваться своими правами в части улучшения и сохранения своего здоровья Причем на бесплатной основе Тему продолжит моя коллега Балду Байрамукова Врачи Карачаева Черкесия озадачены отношением людей к своему здоровью При этом ожидают улучшения качества жизни, что в принципе невозможно без хорошего самочувствия Учитывая тот факт, что у нас в Республике все медицинское сообщество прикладывает все усилия для устранения недугов жителей То логично было бы предположить, что все должны были воспользоваться ситуацией и заняться своим здоровьем вплотную Но нет, иногда медикам приходится приглашать своих пациентов разъяснять очевидное Об этом рассказала нам главная врач Черкесской городской поликлиники Гаша Айсавна Шенкао В беседе с нами она еще раз подчеркнула, что для выявления своих болезней и их лечения нужно начинать с посещения поликлиники Я могу сказать, что поликлиника, оказывая первичную медико-санитарную помощь, конечно же имеет свой план реализации этих мероприятий Основная задача любой амбулаторной службы – это профилактическая работа Актуальность для всей республики, в том числе и страны – это заболеваемость онкологическая, заболеваемость сердечно-сосудистая Повышенная заболеваемость, в частности гипертонии, ишемической болезнью, эндокринологические заболевания, глаукома, туберкулез Поэтому вся профилактическая работа направлена на выявление этих заболеваний на как можно более ранних стадиях их развития Или выявление факторов риска, которые могут привести к данным заболеваниям Гаша Айсавна еще раз призвала население помнить о том, какие медицинские услуги оказывают врачи поликлиники и что для пациентов созданы все необходимые условия Я бы очень хотела, конечно, чтобы и население обращало на это внимание, не только медицинские работники У нас есть отделение профилактики, есть кабинет, в котором ведут прием с утра до вечера врач-терапевт И где можно получить совершенно бесплатно все виды скрининговых методов обследования для выявления тех заболеваний, о которых я уже говорила Мы провели большой объем работы по улучшению работы регистратуры Наш Минздрав имеет план реорганизации регистратуры в лечебных учреждениях Так мы уже провели определенный объем для улучшения Провели цикл занятий с регистраторами, которые работают с пациентами непосредственно Их тестирование погодности к данной работе Улучшили, разделили поток приема вызовов на дом по телефону и тех, которые приходят в регистратуру сами В прежние годы было проблемно записаться на прием к врачу Иногда приходилось выстаивать большие очереди, зачастую с высокой температурой Гаша Айсавна заверила, что в последние годы ситуация в корне изменилась Сегодня можно записаться на прием к любому специалисту на две недели вперед планово К любому специалисту по интернету электронная запись Через инфомат, который стоит около регистратуры По телефону с 7.30 до 7 вечера И приходя в поликлинику в регистратуру Регистратура разделен поток вызова на дом Это отдельное окно и отдельный телефон И остальные все окна записывают к любому врачу Так как программа позволяет сейчас записывать Раньше мы делили это окно к терапевту, это к узким специалистам и так далее Сегодня этого нет Любое окно можно обратиться и записаться к любому специалисту Проблем записи к врачам-терапевтам у нас нет никаких Некоторым узким специалистам бывают проблемы Это к неврологу, к офтальмологу, к кардиологу Но, к сожалению, это происходит от того, что мы Немножко нарушаем как бы законы записи первичных больных узким специалистам Вообще в любом лечебном учреждении России Запись первичная идет только по направлению врача-терапевта Но мы свое население несколько избаловали в этом вопросе И они не всегда адекватно оценивают свои жалобы Если ухо болит, там понятно, отоларингологу Но если горло болит, они тоже идут Хотя там часть терапевтической патологии Но мы стараемся, но на сегодняшний день без конфликта Этот вопрос наладить не удается Поэтому у нас существует некоторая очередность Именно к врачу-кардиологу, к офтальмологу, к неврологу Главный врач поликлиники не без гордости рассказала О современном оснащении учреждения И возможностях при лечении пациентов На сегодняшний день оснащение поликлиники Соответствует всем порядкам оказания медицинской помощи Тех специалистов, которые имеются То есть на уровне оказания первичной медико-санитарной помощи Городскому населению у нас есть все Улучшение в том, что мы сегодня можем своим пациентам Предоставить бесплатное прохождение томографии Компьютерной, магнитно-резонансной томографии У нас этих аппаратов нет Но мы получаем возможность обследовать своих пациентов В других лечебных учреждениях Я считаю, что это очень хорошо Потому что еще год назад возможности такой не было Мы получаем определенное количество талонов На каждый месяц И мы по времени Нигде они не стоят, ни в каких очередях Они получают талон с отметкой В каком лечебном учреждении И в какое время Суток они это получают Для удобства пациентов При поликлинике работает неотложная помощь Гаша Айсавна еще раз напомнила Как можно ею воспользоваться Неотложная помощь у нас работает уже последние несколько лет Мы открыли пункт неотложной помощи Для оказания помощи И на дому, и в поликлинике Я считаю, что это очень хорошая форма Ресурсосберегающая форма работы И это разгрузило работу скорой помощи Потому что вызов может поступить На телефон скорой помощи Может поступить на телефон Неотложной помощи напрямую Скорая помощь проводит отбор Вызова, где является скорой Нужна помощь и где неотложная помощь Если скорая помощь должна оказываться В считанные какие-то минуты То неотложную помощь можно оказать В течение двух часов У нас три бригады выездные Которые работают И очень востребованные Хорошие, грамотные фельдшера Жалоб особых никаких нет В медицине множество достижений Шинкао выделила И назвала главной из них И им может воспользоваться каждый Если имеет ту или иную нозологию Очень большим достижением Здравоохранения республики То, что мы сегодня имеем возможность Наиболее сложных, тяжелых больных Направить на лечение по высоким технологиям Оказание специализированной медицинской помощи В центрах практически любого города или региона Моя собеседница подробно остановилась На проводимой диспансеризации По ее мнению, именно диспансеризация Является основным ключом сохранения здоровья Она также призвала всех, кто по возрасту Не может пройти диспансеризацию Тот имеет право один раз в год Пройти полное обследование Диспансеризация проводится Согласно приказу Минздрава России Определенных групп Так и называется приказ С 24 лет И каждые 3 года Один раз каждый житель Нашей республики, скажем так И в частности, если поликлиники Касается нашего города Может один раз в год пройти диспансеризацию Объем диспансеризации достаточно большой Мы приглашаем через участковую службу На диспансеризацию Сейчас страховая компания Обзванивает и приглашает тех По возрасту, которые подлежат диспансеризации В данном году В объем диспансеризации входит Осмотр терапевта Анкетирование для выявления факторов риска Определение холестерина, сахара Измерение внутриглазного давления Проведение электрокардиографии Флюорографии, маммографии Осмотр гинеколога И ультразвуковое исследование Органов брюшной полости Выявление хронических Неинфекционных заболеваний Которые приводят у нас в стране И в республике К инвалидизации Повышению смертности Высокому уровню заболеваемости И так далее Медики уверены Что здоровье человека В первую очередь зависит от него самого И если вовремя определить диагноз То при нынешних возможностях Без особых усилий Можно избавиться от недуга Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Сегодня по республике Ожидается переменная облачность Днем слабые умеренные дожди В горах с мокрым снегом Утром местами туман Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду Порывы до 18 метров в секунду Температура воздуха Плюс 5, плюс 10 градусов Местами до 13 тепла В горах 0, плюс 5 градусов Выше 1000 метров Лавина опасна На дорогах утром местами гололед В Черкесске Днем небольшой дождь Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду Порывы до 15 метров в секунду Температура воздуха Плюс 7, плюс 9 градусов Выборы 2018 Живи на эту пенсию Или голосуй за Титова И дальше ни во что не верь Или голосуй за Титова Работай на бензин Или голосуй за Титова И дальше ни во что не верь Или голосуй за Титова Я Павел Грудинин. Я точно знаю, что Россию загнали в тупик. И нам не выбраться из него. Без национализации, без повышения благосостояния нашего народа. Я точно знаю, если оставить все как есть, нас уничтожат. От продажной олигархии страну необходимо спасать. Приходите на выборы, вместе мы изменим нашу жизнь к лучшему. Павел Грудинин. Президент, которого ждет Россия. Русский выбор – это любить детей, беречь семью, уважать, помогать старикам. Русский – это тот, кто думает по-русски, живет по-русски, кто любит Россию, Кого русские люди принимают за такового, считают своим. Сергей Бабурин. Русский выбор России. Счастье народа превыше всего, мы, коммунисты, построим его. Если вы любите Родину-мать, нужно под наши знамена вставать. Ленина, клич, всегда будь готов, пойте сквозь рокот дружных рядов. Голосуй за товарища Максима. Я Григорий Явлинский. России нужен новый политический курс процветания и благополучия. Пора прекратить войны и достичь мира с соседями, преодолеть бедность и обустроить страну. Экономический рост и развитие должны стать целью и смыслом всей государственной политики. Я считаю необходимым освободить от налогов людей с низкими доходами. Сильная экономика. Богатая Россия. Агентство ВАДА переехало в Петербург, где отбывают наказание 500 спортсменов из США, пойманных на дотанге в этом году. НАТО объявило России ультиматум. Либо Россия поддерживает экономику стран НАТО, либо НАТО самораспускается. На фоне голода и безработицы в Европарламенте победила партия сторонников вступления в Таможенный союз и Еврозес. Так мог бы выглядеть обычный день президента России Владимира Жириновского. Вместе сделаем мощный рывок вперед. За Жириновского. За ЛДПР. На этом информационно-музыкальная программа радио Карачаева Черкесии Республика подошла к концу. Выпуск подготовлен корреспондентами службы информации. Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев. В студии работал Руфина Ковалева. Мы с вами прощаемся. Удачного дня и отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова